День Города В России завершились мероприятия по частичной мобилизации. Такую формулировку для своего доклада президенту страны Владимиру Путину выбрал министр обороны Сергей Шойгу. «Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание 300 тысяч человек выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», заявил он на встрече. К слову, первый полк из Рязани уже отправился в зону проведения СВО. Эта кампания началась медийно-медийно и завершилась. И вроде бы частичная мобилизация достигла всех своих целей. Заявленное количество 300 тысяч человек набрано. Но доклад Сергея Шойгу президенту практически все СМИ восприняли осторожно. Особое внимание уделено подготовке призванных из запаса в учебных центрах и на полигонах, где в настоящее время 218 тысяч человек совершенствует свою подготовку в составе экипажей и расчетов. После завершения обучения в район проведения специальной военной операции направлено 82 тысячи, человек из которых более 41 тысячи действует в составе подразделений. Те, кто участвует в боевых действиях, получат статус ветерана боевых действий и соответствующий пакет социальных льгот. «Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Обовещение граждан прекращено. Установленные вами задания 300 тысяч человек выполнены. Никаких дополнительных заданий не планируется». Уже сегодня стало известно, что Генштаб Вооруженных сил России направил командующим всех округов из Северного флота указание до 1 ноября доложить о завершении частичной мобилизации. Все мероприятия с призывом прекращены. Подготовка и вручение повесток тоже. Дальнейшее комплектование только за счет добровольцев и контрактников. Сейчас в приоритете подготовка уже призванных. «На сегодняшний день самое главное – это экипировка, подготовка, слаживание и все, что связано с тем, чтобы люди чувствовали себя уверенно, если им потребуется примять участие непосредственно в боевых действиях». «41 тысяча действует в составе боевых подразделений, а все остальные так или иначе до сих пор проходят подготовку». «Да, Владимир. Отлично. Из Рязанской области сводный полк мобилизованных уже вроде как убыл в зону спецоперации после, по сути, месячной подготовки. Но почему-то его по-прежнему называют первым. Значит ли, что будет второй? Не исключено, но, похоже, не прямо сейчас». Непогода накрыла Рязань, как и полагается, абсолютно внезапно. На той же Северной окружной уже прошел так называемый день жестянчика. И вот, во избежание повторения таких случаев, инспекторы ГИБДД проверили готовность специальной техники коммунальных служб к зимнему сезону. 12 самосвалов, 5 специализированных снегоуборочных машин и 34 комбинированные автомашины. Это только часть средств спецтехники, которая стоит на вооружении дирекции благоустройства города. В пятницу сотрудники госавтоинспекции прибыли в муниципальное ведомство. Причиной тогда стал неблагоприятный прогноз погоды. Инспекторы госавтоинспекции осмотрели погрузчики, тракторы, комбинированные машины для уборки снега и нанесения на дорожное полотно реагентов. А также провели профилактические беседы с водителями спецтехники. Инспекция показала, что техника находится в удовлетворительном состоянии и готова к работе в зимних условиях. Также обращено внимание на наличие и достаточность противогололедных реагентов. Спецтехника уже проехалась по улицам города и рассыпала на автодорогах около 60 кубометров песко-соляной смеси. Обработаны улицы Зубковой, Тимакова, Тимуровцев, Кальной, Касимовское шоссе, Новоселов, Советской армии, Новой и другие. Сегодня спецтехника находится на дежурстве на случай выпадения осадков. Водителям же расслабляться тоже не стоит. Госавтоинспекция выступила с предупреждением. Сотрудники госавтоинспекции обращаются ко всем водителям вовремя успеть позаботиться о смене шин на зимние, чтобы первый снег никого не застал врасплох, как это было сегодня в утренние часы. И также необходимо обязательно поменять свой стиль вождения. То есть никакого резкого торможения, быстрых перестроений в транспортном потоке, особенно проезжая мосты и путепроводы. Там часто образуется наледь, говорят сотрудники ГИБДД. Не стоит расслабляться и пешеходам. Теперь тормозной путь у авто увеличен, поэтому выбегать на пешеходный переход точно не нужно. Тем временем в Рязани снова ДТП с участием скорой. В прошлом году таких аварий, кстати, было достаточно много. Но происходили они преимущественно зимой. Что случилось на этот раз в нашем следующем материале? Это уже последствия аварий. Машина скорой помощи лежит на боку. Спасатели и неравнодушные пытаются вскрыть двери. Другой автомобиль, Пежо, пострадал не меньше. Вот он в сторонке. В ГИБДД причину аварии выясняют. Единственное, что известно, в момент ДТП автомобиль скорой помощи двигался со включенными звуковым и световыми спецсигналами. Ситуацию под контроль взяла прокуратура. По предварительной информации, ДТП произошло 30 октября приблизительно в 17 часов у дома 28 по улице Ленина города Рязани. Это на пересечении улицы Ленина и улицы Свободы. В ДТП участвовали автомобиль скорой медицинской помощи и легковой автомобиль Пежо. По результатам аварии в медицинские учреждения города Рязани обратились фельдшер скорой медицинской помощи и пассажир легкового автомобиля. В настоящее время по данному факту проводится проверка отдельным специализированным батальоном ДПС ГИБДД УМВД России по Рязанской области, результаты которой поставлены на контроль прокуратурой советского района города Рязани. В ГИБДД рассказали, что пострадавшие, а это водитель Пежо и его пассажирка, обращались за медицинской помощью. В СМИ же информация другая, что за рулем была женщина. С закрытым переломом грудины ее доставили в Рязанскую КБ. Второй пострадавший, фельдшер скорой помощи, госпитализирован в БСМП с сотрясением мозга, с закрытой черепно-мозговой травмой и закрытым переломом костей носа. Точки над И расставят следствие. Последний день октября принес в этом году первый снег и сильное похолодание. В последние годы такое явление в это время скорее отклонение от климатической нормы. Однако наши предки считали 31 октября непростой датой, а тем самым днем, когда божества зимы и мрака приходят на Землю. О древних праздниках и современном прогнозе погоды прямо сейчас. Самайн – один из важнейших праздников в культуре кельтов. Этот народ жил более тысячи лет назад на территории Западной Европы. Самайн олицетворял Новый год, конец сбора урожая и начало суровых холодов. Богиня плодородия Илета Айне уходила. Ее место занимал Калих, правительница зимы. Она призывала на помощь бога разрушений Кернуна. Интересно, что его изображали с рогами. Точно так в христианской мифологии представляют дьявола. Самайн – время перемен, конец одного цикла и начало другого. Врата между миром людей и духов открываются, и мертвые приходят навестить живых. Спустя столетия Самайн затмился в обществе широко известным Хэллоуином. Маскарад и специфическое украшение интерьеров и улиц, однако, полюбилось всему миру, в частности и в нашей стране. Мало кто знает, что наши предки – древние славяне. В это время тоже отмечали особую дату – ночь Мары и Велеса. Время золотой осени, оттененной багряными тонами, заканчивается. Уходит время внешней красоты и приходит безмолвие и покой. Ночь зимнего бала, врата зимы. Ночь, когда Мары и Велес становятся полновластными хозяевами мира. В православном мире вспоминают верующие уже не языческих богов, а апостолы Луку. Но приметы сохранились. По приметам в день Луки наши предки предсказывали погоду. Если снега до сих пор нет, теплая погода задержится надолго. Рожки месяца направлены вверх, к сухой погоде, вниз – к дождю. Конь фыркает – будет тепло. Храпит – жди непогоду. Кошка об пол когти точит – налетит ветер. Сегодня о приметах люди постепенно забывают и скорее доверяют синоптикам. А по их прогнозам первую половину ноября продержится минимальная, но плюсовая температура. Уже на второй неделе похолодает до минус трех днем и минус семи в ночное время. Ожидается высокая влажность и облачность. А в последнюю декаду месяца, по данным синоптиков, будет частый дождь и мокрый снег. Партнер программы «День города» – это выставка свежей рыбы и икры. Самые вкусные, а главное – свежие деликатесы ждут вас на первом этаже торгового центра «Премьер». Саутсайдером в своей группе сыграли футболисты Рязани на своем стадионе. Победа гарантировала нашим парням продолжение борьбы за попадание в финальный турнир. Поражение шансов практически не оставляло. Что в итоге получилось, расскажем далее. Матч с аутсайдером чемпионата Обнинским «Квантом» рязанцы начали без разведки, но запрягались слишком долго. И гости отважились на резкий контрвыпад. Снова, как и в предыдущем матче, у рязанцев провалился правый фланг обороны. Губарев без сопротивления промчался аж с центра поля и неотразимо пробил в дальний – 0-1. А в концовке тайма футболисты «Кванты» едва не воспользовались оплошностью голкипера Рязани, но с метра их нападающий умудрился послать мяч выше ворот. В первом тайме, если у нас была контрыграя и в целом, были подходы, моменты, во втором тайме только отбивались. Хозяева очень неплохо играли, разнообразно, различными вариантами. Нам было очень тяжело. Просто отбились на каком-то там, на характере, на удаче, на всем месте. На второй тайм хозяева вышли предельно сконцентрировано. И уже в самом его начале Пурак после скидки Евлоева с лету отправил мяч в ближний – 1-1. А дальше на поле была только одна команда – Рязань. Но шансами даже стопроцентными подопечные Дмитрия Сережкина не воспользовались. И досадовать здесь можно только на собственное мастерство. Туда мы доходим, создаем. Пока так. Ребятам по самоотдаче претензий нет. Все стараются. Единственное, не получается забивать голы. После ничьей с аутсайдером заветная шестерка в турнирной таблице отдалилась от рязанцев уже на 3 очка. Впереди соперники явно сильнее. Для победы над ними придется придумывать что-то экстраординарное. До 5 ноября в Рязани будет работать выставка продажа «Икра и рыба Камчатская». С момента открытия рядом с прилавком образовалась очередь. Рязанцы хотят попробовать и приобрести дары Камчатского края. Доступно, вкусно и полезно. Камчатский край невероятно богат на рыбу, которая пользуется спросом у рязанцев. Горожане уже знают, что у торгового центра «Премьер» работает выставка продажа «Икра и рыба Камчатская», где любители икры и рыбы покупают вкусные, а самое главное – свежие, незамороженные рыбные деликатесы. Да рыба вся полезная. И свежая, и соленая. Ну, кто любит копченую, тому копченую. Мы гости Рязани. Мы приехали с Краснодарского края в гости. А вообще, мы проехали бывший весь Советский Союз и служили на Дальнем Востоке. Рыбы ели им очень много. Слабосоленая чавыча я уже брала ее. Мне понравилось, поэтому я здесь всегда беру. Холодный сезон, время вирусов и простуд. Для профилактики и лечения которых предлагают самые разные лайфхаки, в том числе особые диеты. По словам врачей, более тяжело заболевание протекает у людей с дефицитом витамина Д. А этим витамином как раз богата морская рыба, например, чавыча, которую еще называют королевским лососем. Чавыча мне нравится. Он холодного, горячего копчения. В нашем возрасте икра очень полезная, потому что там очень много омега-кислот. Белорыжицу. Чавыча я всегда каждый раз приезд беру. Несколько они приезжают, я всегда постоянно беру. Другой камчатский деликатес, который здесь можно приобрести, это икра. Состав натуральный, уверяют продавцы. Сама икра и соль. Она богата витаминами А, Д и Е, а также белками, фосфором, кальцием и полиненасыщенными жирными кислотами. Выставка продажи икры и камчатской рыбы расположилась у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Выставка икра и рыба «Камчатская» будет работать до 5 ноября включительно. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий лов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 31 октября по 5 ноября. ТЦ «Премьер». С 31 октября по 5 ноября по 5 ноября.